У нас продолжается жара жуткая, и мы идем сейчас принимать водные процедуры. Короче, мы теперь решили напасть на соседей всей толпой. Я говорю, пойдемте. Идем, идем. Да, конечно. Я говорю, все, идем всей толпой у них шухер наводить. Все? Сколько нас человек-то, я посчитать забываю. Вот. Короче, идем всей толпой. И хочу рассказать, что меня дискриминируют в собственном доме. У меня есть одни кроксы, смотрю, лика в них. Потом у меня есть классные тапочки с бантиком. Смотрю, уже тоже нету. У меня их, в общем, что-то нашла вот такие у себя шлепки. Жень, у нас большой семь лет. Ну, это да, да. Это я не поспорю. Идем. Газон модный. Не заметила. Я топчу, топчем газон, начинаем топтать газон. Идемте, бассейн. Ой, ой, о-о-о-о, кайф. Тепленькая? Да. Да ладно, что, успела нагреться? Холодная. Ой, какой смешной этот. Смотри, там пух. Можешь его пригнать сюда? Он у нас загорелая после этого. Мы тут комплексуем. Аня, не заставляй нас комплексовать. Смотрите. Смотри, какой. Слушай, и что, не уходит, да? Вы профильтровали все равно. А где Лерчик? Почему? Все. Сереж, ты лезешь? А, прям так? А нет, блин, надо постоять, получается. А что Лерка в доме? Она играет сейчас. А. Короче, у нас водные процедуры. Где-то мы так купаемся, такие одни руки, короче, по бассейну стоят. Просто такие купальщики. Открыли купальность. Вик, ты куда так далеко плыла? Ааа, плывет. Безопасность превыше всего. Еще и рыбу мудряемся ловить. Ааа, давай, тащи, тяжелая рыба. Не-не-не. Идем с собак искупаться. Их тоже жалко, им тоже жарко. Ну, то есть покупаем собак и пойдем к саду. На сегодня день уборки. Я вам, кстати, не показала, хотела показать. Вот, мы переставили диван. Брать, сейчас здесь еще, ну, это к отъезду. Вот так у нас комод, телевизор, диван. Вот так теперь стоит. Вот, и здесь журнальный стол. О, вот быстро проснулись. Она не спала. А, она вообще не спала? Мы тут немножко разбираемся. Ну, здесь сумки стоят, это ребят. Это стопка наверх отнести. Это то, что сумка с собой моя домой. И вещь, в чем мы поедем. Вот, слушайте, у меня вот здесь еще и поставил журнальный стол. Он это стеклянный, я не знаю, он собирает пыль так сильно. Вот, и я не знаю, что делать, чтобы он как будто бы притягивал. И вот эту пыль. Вот. И прям вот проблему мне с ним каждый день надо протирать. И хотела вам показать Ликину тут вещи. Вот, книжка, я не помню, показывала или нет. Это вот Лики посоветовала ее репетитор по-английски, по-английски, по истории. Что нужно вот именно вот этот учебник, вот это издание по истории. Что это самое лучшее. Вчера Катька пришла, она тоже юрист, училась на юриста. И она говорит, о, боже, видела книгу, говорю, боже мой, такая, будь здорова. Такая вся, говорит, вы вспоминаете это. Говорит, слушай, нам посоветовали. Она говорит, да, вот это издание самое лучшее для изучения. Так что все правильно мы делаем. Еще сказала, что, говорит, у нее тоже есть какие-то книги. Она говорит, мне много чего. Говорит, не покупайте, я вам дам. Вы пишите, что надо, я вам дам. А ты что, не спала, ребенок? Игрушки, все здесь, ребенок. Что? А, понятно. Вот, естественно, ребенок в доме, игрушки повсюду. Так что вот так. Дзор, ну ты, ну, лег, я снимала, и ты лег. Три пятки тут показывать, да? А, у Торика теперь вот так подстилка. То есть мы стол, сейчас тут тоже надо браться сдвинули. В общем, свободнее стало, намного свободнее стало. Вот, что-то я хотела по это помечтить. В общем, вот так теперь у нас здесь. В общем, там в стойке все никак не разберусь. Денис уже полы протер, здесь немножко прибрались. Ой, я сегодня в душевой там прибиралась, банно-прачечном. Очень жарко. Я вам когда-нибудь показывала свою швобру новомодную здесь. Это которая сама, знаете, короче... Ой, не за то взяла, вот этот швобру стоит. В общем, такая, которая мотается и потом отжимается вот здесь. Блин, классная штука. Мне очень нравится на даче здесь. Как-нибудь вам покажу ее в детстве. Вот. Цветочки вам еще раз покажу. Все, уезжают наши. Настя у нас приболела чуток. Коля вчера чихал. Все, Настя. Надеемся, что все хорошо будет. Сейчас на другую дачу. Все. Мы позже поедем. Красивее, да? Мне тоже нравится. Я вам покажу. Ой. Слушайте, я запахавшись здесь с траву рвала. Конечно, в этот раз у меня не особо получилось. Грядки обрабатывайте мне покосили. Вот только чуть-чуть Коля покосил. Ну, вчера к вечеру уже, пока мы спали, он не знал, чем заняться. И вот покосил. Но он побоялся дальше косить. Он говорит, я не знаю, что у тебя там растет. Поэтому он здесь вот так вот прям чуть-чуть. В основном все осталось. В общем, это я вчера еще здесь вечером говорила, грядку обработала. Вот. Здесь сейчас чуть-чуть по кругу. Потому что, ну, подергала, знаете, сбивается. Все в один цвет, сорняк, вот эти цветы. И мне не нравится. Так-то, конечно, ничего. Ну, и вот еще в заборчик был видно. Вот, ладно. Вот и сейчас прям руками вокруг. Вообще косить можно. У меня там засыпано корой, но по окружности. Там не особо сильно растет. А это, видите, у меня оливы, который лох серебристый. Выращиваю соседи сейчас будут облагораживать участок. И я им оставила, ну, чтобы расслабить. Потому что она хорошо проживается. У них была, они уже у меня брали. Но со стройкой, естественно, все переменилось. Вот. Я им выращиваю ландыши. Выращиваю. И вот этот оливы, лох серебристый. Сюда даже нет. Ну, ладно. Не суть. Что хочу показать. Стою сейчас такая здесь поливаю грядки. Любуюсь своим ирисом. Пятый раз вам показываю. И рассуждаю. Думаю, здесь так все заросло. Эту грядку надо, по идее, как-то, ну, облагораживать. Значит, надо что-то с нее все убрать по максимуму. Ну, и потом заново, как другие грядки, я, в принципе, восстанавливать. Ну, и стою, думаю, здесь флоксы большие, кусты, и хорошо бы их сюда вот под окна здесь будет все убираться и под окна посадить. И вот туда такая смотрю. И я была уверена в том году, кто помнит, может быть, что папоротник у меня погиб. Смотри, у меня папоротник. Два куста. Они выросли. Мы их пересаживали в том году. Вот здесь не видно. Вот прямо с того угла. У меня он там так рос, а они там ни к селу, ни к городу, смотрите, какая-то черная смородина. Тоже надо здесь покупать лобухибы какие-то, кукушки, кукутьки прыгают. Вот. И, короче, Торик. Мы их сюда, я говорю, давай копнем. Я хотела, знаете, короче, я вам расскажу. Мне вообще папоротник, я на нее не обращала, дает внимание. Он в углу рос, думаю, ну, растет, растет, да, симпатично смотрится и все такое. Но я как-то на нее не смотрела, как на какое-то садовое растение. Я вообще даже не знаю, откуда он там взялся. Мне кажется, он сам по себе вырос. А я увидела у Воронины лайф. У Воронины лайф. Ну, короче, Воронина. Кто знает, такой блогер. Я ее тогда смотрела. И, короче, вот на даче. У нее, когда приезжаешь вдоль дачи, ну, вдоль дома растет большой папоротник. И мне так нравилось, как это смотрится. Я загорелась, думаю, блин. Здесь на двери еще не мыли. Думаю, вот классно его так посадить. Чего он там сидит? Мы в том году с Денисом копнули. Вот. И думал, что у меня здесь будет расти. Потом мы приезжаем через какое-то время. А здесь он засох, этот папоротник. Никакующий. Ну, думаю, все, погиб. Наверное, так нельзя пересаживать. И сейчас смотрю. Нет, вырос. Здесь вот даже большой кустик. Здесь маленький. Каким чудом Денис его не скосил мне тут под ноль, я не знаю. Ну, в общем, я сейчас вокруг ободровала. Поставила пока такие отметки, чтобы самую не забыть. Вот. Буду выращивать. Буду выращивать себе папоротник здесь. А вот сюда, я думаю, все-таки можно пересадить кусты флокс. Сюда вот нельзя. Видите, здесь металл лежит для крыши. Сюда нельзя, потому что здесь бетонная плита. Здесь раньше вот здесь была парковка. И, короче, здесь ее не поднимешь. Там огромная, большая бетонная плита. Поэтому еще у нас в свое время здесь хотели мы поставить этот. Знаете, что хотели поставить? Теннисный стол. Вот так. Здравствуйте. Вот так теннисный стол хотели поставить. Но места будет мало все равно. Потом я планировала здесь поставить лавочки детям играть. Ну, такой сделать здесь как бы им уголок. Дети выросли. Им уже не надо пока. Короче, пока я здесь не знаю. В общем, сюда руки пока не доходят, ладно. Вот. Но здесь, видите, так что... Тор! 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 Здрасте! Здрасте! Ну, что летит? Потише, шепотом надо гавкать. Здороваться. Соседки ходят. Вот. Вот так. О, Лилене, конечно. А, вот мы, представьте, в этом году хотели его разделить. Я говорю, Денис, давай его как-то. Мы не смогли его разделить и выкопать не смогли. Он просто намертво. Не знаю, по жизни он здесь, что я. Изничтожать не хочется совсем. Он когда цветет, я его обычно стригу. Чтоб не мешался. Я сейчас буду собирать букет с собой. Ну, я вот эти Лиленек нарежу. Или с один мамой срежу. Ушки зайчины отрежу. Ну, хотя они еще должны, по идее, цвести розовыми цветочками. Наверное, еще время. Там у меня какой-то колокольчик есть. В общем, еще надо. Что, нарезать? А, люпины пошли. Ну, люпины у меня все за забором. Я пойду их там резать. Вот. Так что, вот так. Уже закат у нас. А, хотели... Короче, мы с гостей проводили. Я сходила в душ. Шесть часов. Такие еще смотрим. Мы хотели вечером ехать. Шесть часов смотрим. Ехать всего час. Я такая, ну, нифига себе. Кто-нибудь не заходит до нас, что мы не одни такие. Мы хитрые. Все хотят ехать уже позже вечером, чтобы... Ну, по холодцу. По холодку. Ну, что вы думаете? Сейчас вон поток идет. Время восемь. Я смотрю. Ехать час сорок четыре. Потому что там авария. Из-за этого пробка. Ну, короче, пока пережидаем. Очень влажно сейчас почему-то. Закат у меня. Мышень такой сильный. Фух. Видите, машинки нету. Денис перегнал ее туда. Здесь Кольна стояла. Нужно катать туда-сюда. Вот. Так что у нас, кстати, в косе кончилось. Просто надо не забыть ее купить. Все. Пошла резать букет. Вот такой я сегодня букетик домой везу. Вот. Лилийник. Вот это, я не знаю, Василек или нет. Василек, у нас там там какие-то колокольчики. Он такой полусадовый, полу-полевой. Главное, я из фаворитов. Вот так. Ну, все. Мы уезжаем. Нас соседи вышли провожать. У нас традиция. Мы все друг друга провожаем. У меня сегодня машинка. Видите, здесь переулки. Поэтому мы сейчас туда подъедем. Попрощаемся. И поедем домой. Хотели позже выехать, чтобы меньше пробок было. Но, видимо, самые пробки. И они мы такие, короче. Пойдем прощаться. Пойдем прощаться. Спасибо. Доброго дня. Пойдем проще. Пойдемع. Редактор субтитров А.Семкин